Как вы видите будущее психотерапии в Российской Федерации? Будет ли она развиваться? Будет ли спрос на нее? Как вы видите будущее психотерапии в Российской Федерации? Господа и дамы, я начал свою личную психотерапию в 2004 году. Сегодня, я напоминаю, на дворе 2022. А я начал в 2004. Что происходило тогда? Было стыдно говорить своим знакомым о том, что я посещаю психотерапевта. Потому что на тот момент близко было еще наследие Советского Союза, где психиатрия и психотерапия, это были слова ругательные. Если ты пошел к психиатру, не дай бог, то ты больной психический человек. Ты болен, ты прокаженный. Так было в 2004. Представьте, что было в 90-е или в 80-е годы прошлого столетия. Я считаю, что сейчас психотерапия в Российской Федерации переживает ренессанс. Настоящий подъем. Количество психотерапевтов даже в том же Ютюбе, которые вещают свои идеи, оно зашкаливающее. Количество подходов, которые мы знаем к психике, существует великое множество. От психоаналитиков до, я не знаю, там, драмтеатра, где разыгрываются психологические трудности клиента. Как это называется? Психодрама. Я уже молчу про даже карты Таро и астрологию подтягивают под психотерапию. Классическая психотерапия, классический психоанализ подразумевает длительную работу с аналитиком. Зачастую это свободные психологические ассоциации. Вот эта вот пресловутая кушетка, которая привязана к Зигмунду Фрейду, когда вы лежите на этой кушетке и фантазируете, это и есть классика психоанализа. Свободные ассоциации. Сейчас психоанализ, в общем, не очень исповедуется. Вот, например, гештальт, тот подход, которому я учусь, который про эмоции, про потребности, про человеческий контакт, его исследование. Это, наверное, более передовое направление, к слову сказать. Именно потому, что сейчас эмоции и эмоциональный интеллект, наверное, более в тренде, чем такой классический психоанализ. От Зигмунда Фрейда остался только пенис и оговорочки по Фрейду. И, опять же, вся сексуальная тематика традиционно привязывается к Зигмунду Фрейду. Хотя, на самом деле, этот человек гений и совершенно удивительным образом изучил свою психику на тот момент. Вот сам себя смог изучить, что крайне сложно. Выйти за рамки собственных представлений, как говорится, Зигмунду Фрейду удалось. И психоанализ, который в норме должен случаться с нами два, три, четыре раза в неделю, а то и пять раз в неделю, для того, чтобы видеть динамику, для того, чтобы исследовать исследование. Видите, у меня даже голос за это. Что-то с моим голосом происходит. Связано это с тем, что я тренируюсь говорить на скорости три. Так вот, классический психоанализ подразумевает, что вы занимаетесь психотерапией три, четыре, пять раз в неделю. Считалось, что клиент психоаналитика – это мужчина, богатый, у которого достаточно много средств и времени, чтобы этим заниматься. Естественно, что в текущие времена, учитывая и доступность интернета, доступность информации, количество денег у населения, ситуация совсем меняется. Большинство клиентов ходят на психотерапию один-два раза в неделю. Два раза в неделю – это уже много считается. В основном один раз в неделю. И цель таких походов, в общем, некое самонаблюдение, такая психогигиена, но в меньшей степени трансформация. Так вот, резюмирую. Ситуация в Российской Федерации очень и очень неплоха. Постоянно вузы разные, профессиональные и профильные выпускают специалистов психологических. Больше, можно сказать, можно пойти и получить сертификат психолога за пару месяцев и начать свою деятельность. Так что в этом смысле, вот если ориентироваться на количество специалистов, а не на качество, Российская Федерация на подъеме прямо. И эта ситуация будет улучшаться. Понятно, что когда на рынке большое количество специалистов, встает вопрос качества. И я убежден, что качество регулируется именно количеством. Вот много специалистов, большая конкуренция, и на поверхность выйдут те, кто действительно предлагают хорошие услуги. Их имена будут распространяться из уст в уста, что и происходит сейчас. Одним словом, все в Российской Федерации отлично. Психотерапия развивается, слава богу. Большое количество сообществ психотерапевтических, психоаналитических, которые объединяются по разным принципам. Важно одно. В основе всей этой деятельности лежит гуманизм, помощь людям. Хорошо ли плохо оказываются эти услуги, но радует, что в основе лежит забота о человеке и о человечестве. В отличие от военной сферы, например, которая в России тоже на подъеме, однако имеет под собой совсем иные цели. Такие дела.